Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Слава Господу, что мы еще можем собираться, слушать Слово, славить Господа, кто как может, в меру своих сил, возможностей, в салмах, стихотворениями. Дорогие друзья, я бы хотел начать свою проповедь сегодня с Деяния Святых Апостолов, 3 глава, с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой, и был человек, хромой от шрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыней у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыней. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на зерея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. И, увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что удивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Отец наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от Святого и Праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. И так покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Дорогие друзья, мы видим, что когда Иисус Христос вознесся, Он послал своих учеников, чтобы они проповедовали Слово, Его выполняли Его поручения. И можно представить, насколько велика была радость вот этого человека, который долгое время сидел у этих ворот, который не мог сам двигаться, ходить не мог. Мы здесь видим, что Его постоянно приносили, садили. У Него изо дня в день, из года в год было одно и то же занятие – сидеть у этих ворот и просить милостыню. И я так думаю, что больше Он ни на что, в принципе, и не рассчитывал. Он так и думал, что вся жизнь пройдет Его в таком пребывании. Но тут появились те, которые волю Иисуса Христа помогли Ему. Мы здесь видим, что апостол Петр говорит, что это не Он сделал, что это Иисус через Него делает. И мы видим, какая радость была этого человека. Здесь написано «И вскочив, встал и начал ходить, и пошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога». То есть этот человек уже мог сам спокойно войти в храм, прославлять Бога. Также мы знаем из Святого Писания, что от Луки 10, 19, что Бог дал силу своим апостолам. Как написано «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, носить силу вражью, и ничто не повредит вам». Но, естественно, Он дал и другие возможности, в частности, и исцелять людей. Мы знаем также, что были случаи, когда Петр и воскрешал людей. Далее, в 13 стихе написано «Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов ваших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его». То есть тот человек, который очень долгое время ходил, проповедовал о Царстве Небесном, исцелял многих. Это то, что мы знаем из Священного Святого Писания. Потому что апостол Иоанн пишет в своем Евангелии, что это только малая часть, что можно написать в книге. Можно представить, сколько он совершил, и мы не знаем об этом. Однако же они послушались первосвященников, эти израильтяне, народ израильский, и распяли Иисуса Христа, как он дальше пишет в 14 стихе. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». То есть апостол Петр говорит, что «вы совершили грех». Мы знаем также из Священного Писания, что неверие в Господа, в Иисуса Христа, это есть грех. И то, что Господь столько ходил, столько рассказывал, они не поверили Ему. Несмотря на то, что Он много исцелял, кормил большое количество людей, мы знаем, что Он сначала пять тысяч накормил, потом более четырех тысяч человек накормил. Однако это не помешало, в конце концов, усомниться в Нем. Дорогие друзья, мы с вами счастливые люди. Мы познали Слово Божье и знаем путь к спасению, который нам показал Господь. Но сатана, он не хочет, чтобы люди пришли в Господу, и он всяческими усилиями хочет нас увезти от Бога. Но у каждого поколения, так понимаю, есть свои искушения. У кого-то были одни, дальше другие. Мир развивается, поэтому, как говорится, у каждого свои искушения. Мне тоже раньше приходилось и по долгу работы, и так был в различных деревнях, и смотрел, как живет молодежь, которая там находится. В частности, где нет ни церквей, никто не говорит Божье Слово. Вот сейчас анализируют, а вспоминают, что там. Просто страшно за этих людей, которые свою жизнь проводят в таком состоянии. У них какие развлечения и удовольствия одно? Это найти где-нибудь алкоголь, сигареты, ну и общение между собой со своими сверстниками, парни с девушками и так далее, дискотека и все на этом. И больше ничего. Затуманили себе голову, ну к тому же еще наркотики, которые местного производства там растут на подворьях. А какая у них перспектива, какое будущее? Ничего нет. И в конце концов, бывают такие случаи очень часто, что люди уходят из мира, даже не узнав о Боге, что они грешили. Даже в частности, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, сейчас не могу вспомнить. Группа молодых людей с одной деревни решили переехать в другую деревню, на дискотеку. В машину в легковую набилось очень много, там, ну человек, по-моему, 7 или 8, сейчас точно не буду говорить, чтобы никого не смущать, потому что легковой автомобиль выезжает с деревни на трассу федеральную. Там было несколько километров проехать и другая деревня. Только выехали, стояла большегрузная машина, по-моему, вроде КамАЗ или еще что-то такое. Стояла на обочине, и знак стоял, но люди молодые, которые были под воздействием алкоголя, видно, разговаривали, сильно много общались, не заметили эту машину, въехали, и ни одного человека живого не осталось. Вот так закончилась их жизнь. Люди не знают Бога. И можно представить, одному Богу известно, куда они попали. Поэтому, слава Богу, что мы здесь, в церкви, что мы имеем общение, что мы знаем Слово Божье. Можем иметь спасение в этом. Но у кого-то сейчас уже другие развлечения. Ну, также дискотеки еще пока никто не отменял. И вот смотришь там, музыка непонятная, конечно, непрославляющая Господа. Молодежь в непонятных одеждах. А сейчас, вот буквально вчера зашел в магазин, там нужно было кое-какие стройматериалы приобрести, девушка, которая оформляла. И посмотрел, у меня, конечно, сначала на несколько секунд я замолчал. Но она вся в наколках. Все, что было открытое, все синее от наколок, ну, с оттенками красного. Я так подумал, не сатана ли передо мною стоит. Но, слава Богу, наше общение было непродолжительным. Я оттуда ушел. Но таких, мы сами видим, что много очень таких ребят, парней, юношей, которые не знают Бога и ведут себя таким образом. Ну, возможно, не хотят как-то самоутвердиться или последовать миру. Но мы с вами, говорю, счастливые люди, что мы можем здесь собираться, слышать Слово Божие, иметь общение. А Господь, Он наоборот, Он никому не навязывает свою волю. Он только предлагает, как нам надо жить, чтобы унаследовать Царство Небесное, чтобы быть с Ним. Он рассказывал, предлагает, для этого Он оставил нам Слово Свое, чтобы мы могли читать, рассуждать над Ним и, в конце концов, иметь жизнь вечную. Вот что Иисус говорил, это Евангелие от Иоанна, в 6 главе, 48 стих. «Я есмь хлеб жизни, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Далее, в 53 стихе Он говорит, «Истина, истина, говорю вам, если будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь себе в жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Мы с вами дальше знаем, дорогие друзья, что многих Его слова вот эти вот смутили. Они думали, как это можно есть Его там плоть, пить Его кровь. Ну, понятно, что Он говорил про слово, которое Он дает, что в Его слове жизнь вечная. И далее, многие отошли от Него, потому что не поняли, что Он хотел этим сказать. Но, опять же, мы здесь видим, что Иисус, Он не навязывает свою волю, Он объясняет, рассказывает. И кто хочет, тот остается. Далее, 66 стиха в этой же главе. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Поэтому мы видим из Священного Писания, дорогие друзья, что только в Боге мы можем иметь спасение. Поэтому, какие выводы я хотел бы, дорогие друзья, нам сказать. Вот буквально на этом небольшом отрывке в этом стихе. Первое. Наш Бог, Он живой Бог, потому что мы видим, что, как Он говорит, Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он все знает. Он наши помыслы знает, нашу жизнь знает, наши желания знает. Самое главное, что наш Господь, Он хочет, чтобы все мы были с Ним. Он хочет, чтобы все, не только избранные, скажем так, и я, и вы, и каждый, каждый из нас. Поэтому, Он и послал Сына Своего к нам сюда, как написано в Евангелии Таана 3.16. Мы все знаем этот замечательный стих, что «Ибо так возлюбил Бог Сына Своего, что послал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы здесь знаем, чтобы каждый верующий в Него. Поэтому, чтобы нам иметь жизнь вечную, нам надо верить в Него. Еще мы знаем второй вывод, что Бог послал Сына Своего, чтобы Он рассказал нам о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, что все мы здесь на этой земле временные, странники. Вот уже было сказано здесь, в Первом Петра, что все мы здесь странники, и как мы проведем здесь время наше странствование, так потом это нам и будет зачтено в будущем. И третье, чтобы нам иметь жизнь вечную, необходимо обратиться от греха покаяться перед Иисусом и заключить с Ним завет. Что такое слово «покаяние»? Мы говорим «покаяться». Вот если задуматься, что оно обозначает «покаяние»? То есть, если дословно разложить вот это слово «пока я не я». То есть, если мы идем в каком-то направлении, это я. Я движусь к определенной цели. Но до того, как мы обратились, значит, мы идем в неправильном направлении, к неправильной цели. Но это я. Если я обратился и ухожу от этой цели, я выбрал себе другую цель. Я выбрал себе Иисуса Христа, жизнь вечную. То есть, я обратился от того неправильного пути, по которому шел ранее. Поэтому, дорогие друзья, на основании вот этих выводов я хочу всем нам предложить пересмотреть свою жизнь. В правильном ли направлении мы движемся. Может быть, нам стоит изменить свое направление, либо поправить его. И чтобы мы никогда не забывали про Слово Божье, чтобы постоянно мы посвящали Ему свое время, читали его, познавали его, слушали его, как было уже сказано. Не только просто ушами своими, но и сердцем. И по возможности, конечно, всегда и везде прославлять нашего Господа. Аминь.